Что зритель не хочет делать, чтобы получить результат? Наш пока список. Инвестировать в канал, пока не уверен, что это окупится. Бросать работу, пока канал не приносит стабильный доход. Рисковать, пробуя непроверенные способы продвижения или оптимизации. Не хочет сниматься на камеру. Не хочет обучаться, так как уже и так все знает. Не хочет признать, что это большая кропотливая работа делать канал. Или не хочет отказываться от привычных вещей, таких как отпуск, выходные, вечера с семьей, ну еще что-то подобное. Узнали себя? Вот узнали же, да? А кто хочет инвестировать в канал без гарантии результата? День желающий. Много? Наверное, да. А кто хочет бросить работу, ну то есть мы говорим, чтобы заниматься каналом, который приносит доход, надо понимать либо работа, либо канал. А тут еще либо работа и семья, либо канал. А тут еще либо работа, семья и здоровье, либо канал. Ну потому что это честно, да? Потому что я знаю, что набрал бы огромное количество просмотров, подписчиков, лайков и говорил. Друзья мои, это просто. Мы научим вас всего лишь за один час в день, занимаясь каналом, выйти на доход. Платите нам бабло и мы вас научим. Ну я бы врал. Я в это сам не верю. Да? Я не верю в то, что можно кого-то чему-то научить за там два часа, за десять дней. Нельзя. Мы можем только оглавление. Вот если мы сейчас сделаем стрим о нашей школе, то мы только на оглавление наших роликов, это будет там сколько? Тысяча шестьсот роликов, это в принципе будет десять тысяч шестьсот минут. Вот, кстати, пример, что не хочет именно наш зритель делать. Не хочет смотреть тысяча шестьсот роликов. Не хочет. Да, вот он хочет канал, но не хочет смотреть ролики. Нет. Он хочет, он приходит и говорит, типа, а как мне это? Мы говорим, у нас еще есть ролик есть, посмотрите. Раньше мы еще давали ссылку на этот ролик. И что? Все равно не смотрели. Это все долго. Вы мне сейчас ответьте. Я не буду там смотреть. Мне некогда. То есть у нас есть время, чтобы найти тему, записать ролик, запаковать его, разместить, сделать обложки, сделать там все, да? Запаковать и оформить его. А у вас нет времени его посмотреть. Ну, конечно же нет, кисонька. Ты такой занятой, такой весь вот прямо бу-бу-бу. Да пошел ты нафиг, да? Вот и все. Завидите с того канала куда-нибудь подальше. Потому что в принципе, да? Вот это для тех людей, кто реально хочет получить результат. А не то, кто приходит там вот, понимаете? Это бесплатная школа видеоблогеров. Вот реально говорю там, да? Именно поэтому сам посыл бесплатной школы, что мы даем этот контент для тех людей, кто хочет получить результат. Понимаете? А никто считает, что мы такая бесплатная поддержка Ютуба слушает. Да, господин? Какой хочешь вопрос задать, мы тебе там все порешаем, сделаем тебе там, да? И делай жизнь спать, как в сказке, да? Утро вечера мудренее. И мы такие скатить вдвоем. Вася пришел. Надо Вася срочно канал там делать в этом формате, да? Вот. Опять, я не хочу сниматься на камеру. Что зрители, да? Почему в нашей школе видеоблогеров огромное количество роликов про то, что я не боюсь камер? Потому что мы знаем, что вы не хотите сниматься на камеру. Для вас вам надо как бы сделать канал? Ну, я знаю. Надо книжку сделать. Надо издать книгу. Как сделать популярный канал и не сниматься на камеру? И там открываешь – никак. Точка. Ну, все. Вся книжка. То есть, как это называется? Оглавление больше, чем ответ. Потому что это правда, да? Потому что сейчас, если вы хотите стать автором, то вы должны стать креатором и сниматься в своем канале. То есть, люди приходят на вас. А потом нанимать уже деятелей, которые будут писать вам сценарии, там, раскадровку, все дела, да? Но, опять же, я не хочу рисковать, да? То есть, люди не… Вот самая большая неохота – это рисковать временем. То есть, дайте мне гарантии и я вот, может быть, подумаю, да? Или, оно при этом… Это огромный кусок работы. Это огромный пласт работы, да? И быть специалистом, не обучаясь… То есть, у вас два варианта. Либо быть инвестором, не… Ну, скорее всего, меценатом. Потому что гарантий нет вообще. Если вы не понимаете, что делают ваши люди, то вы не инвестор, а вы меценат. Вы дали деньги, можете про них забыть. Вот реально. И поэтому школа видеоблогера – это мы показываем не объяснять каждому нашему зрителю, клиенту, а говорить ролики. Мы общаемся уже с вами при помощи видеороликов. Мы даже сейчас в клубе «100 по 100» объясняем и рассказываем вам, например, показываем, да? Рассказываем, как это… Вот мы сейчас домашнее задание даем в режиме стрима и передаем в режиме полезного контента. Что мы делаем? Мы берем и совмещаем… У нас есть опыт, да? А еще нас смотрят наши сотрудники. И мы еще им показываем это, да? И они сейчас мы после стрима на их вопросы ответим. Понимаете, как это работает? То есть, вот максимальная, да, продуктивность, KPI от этого видео должно быть максимально. А вы не хотите. Вы не хотите рисковать, не хотите делать сами, не хотите обучаться, не хотите там делать ничего вообще, но хотите, чтобы кто-то принес вам все на блюдечке с выкаемочкой. Такого не бывает. Вот это равносильно, что я хочу бизнес, но я при этом буду сидеть дома и ждать, пока ко мне придут и скажут «Александр, вот ваши уставные документы, вот ваш бизнес, вот ваши ключи от машины, вот ваша длиннология там секретарша, вот вторая на замену, вот ваш коллектив, вот уже все готово, вот ваша карточка, на эту карточку будут приходить деньги там 15-го, 1-го числа, каждого месяца. Вот такая сумма вас устроит? Да. Спасибо, Александр. Мы рады вам служить. До свидания. Проснись, Александр. Ты в односне. Иди херач. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям.